МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко глядите в этом выпуске. У добрый шлях сегодня в Брагине открыли обновленную автостанцию. Злучить с два береги одной раки реконструкция моста помеж Житковичами и Туровым амаль завершена. Доставили до дому белорусы, которые потерпели аварии в Украине, протягнуть лечение у Гомели. Небо клича на аэродроме Зябровки пройшли с поборництвы по парапланерным спорте, а зараза в этом меньшем больше подробязна. Сегодня в Брагине официально открытая обновленная автостанция. Я ее реконструкцию провелся гос за 4 месяцы. Это первый объект, увиденный в эксплуатацию в рамках масштабного доброго парадкования городского поселка. Брагин наведал Олег Синцеров. В этом году масштабная реконструкция на Гомечне проходит у двух городских поселках Брагине и Камарине. Это насильный пункт, так само Брагинского района. Агульная сумма, выдаткованных на это мытесродков, 30 млн 472 тыс. рублев. Причем это не только бюджетное укладание. А про чаток, значительно, допомогу оказывает местовое насильство. Раз на тыдень у Брагине проходит так званая чистая часть вверх. У додаток для его тут объясняющая и месячник по наведению парадку. У рамках месячника каждую субботу местовая организация выходит на субботники. Такая допомога мая некольких плюсов. От экономии бюджетных сродков до улучшения прагинчан, до наведения парадку на свою и малую родину. У речи, когда рубишь своими руками, то и относительно до зарубленного больше бережливое. У Вогули в рамках доброго парадкуня у Брагине необходимо реконструировать коля 50 объектов социальной сферы, годливых организаций и транспортной инфраструктуры. Автостанция – первый объект, уведенный в эксплуатацию в рамках этого процесса. Здесь было очень много непонятных комнат. Мы ушли от этих непонятных комнат, сделали комфортный зал, для того, чтобы человек действительно мог зайти, отдохнуть, посидеть, и купить билет, и дождаться своего автобуса. Перед початком реконструкции транспортники провели опытание пассажиров, что и они ожидают бажать на обновленном объекте. Неопошную чергу по этой причине на автостанции открыли властное кафе. У Гомель Абл-Автотрансе кажут, что перед открытием представники предприемства наведали местовые гандлевые кропки. Последний год цены на этой шкаву и чай установили больше низкими, чем у инших. И еще один плюс открытие кафе – створение двух новых працонных мест. У Вогули реконструкция Брагинской автостанции обошлась в Гомель Абл-Автотрансу, кольку больше 200 тысяч рублей. Причим еще 50 тысяч сэкономили, дякуючи проведению работ силами властного будовничьего филиала, передача символичного ключа и традиционное переразание сушки. Обновленная автостанция открыта. Что день отсюда будут отправляться 9 международных и 12 пригородных автобусов. Каждый месяц они будут доставлять у иншие населенные пункты Беларуси более 3000 человек. Пассажиры ждут от нас только хорошего отношения. Пусть лучше у них поднимается настроение от нашей улыбки, от нашего хорошего отношения к ним. На финишную промою вышла и реконструкция еще одного значного для в области объекта моста Прозраку-Прыпять. Будовники приступили до укладки асфальтобетонного покрытия. До полного завершения работ застается каля месяца, але уже зараз можно констатовать, что обновленный мост будет больше надейным и доуховечным. Масштаб изробленного оценил Дмитрий Котау. Расколена у железобетонной конструкции моста, який излучал жидкович и туров, заявилась у Снежни минулого года. Объект признали аварийным и закрыли для руху. Проблему транспортной логистики вырошили при допомозе понтонной пероправы. Сегодня за сутки ее и корыстаются каля трех тысяч автомобилистов. Для великогрузов денежная паром, сдольный что день перевозить до 100 одинок техники. И все же заменить такую значную для района транспортную артерию, як мост Прозраку-Прыпять, немогчимо. Будовники зарабили усек, обчасовые складанности не затягнулись надолго. У степлый термин, гэта каля пяти месяцев, проведена велизарная работа. Железобетонное коробчатое строение было взорвано, демонтировано, убрано с объекта. На этом месте появилось металлическое пролетное строение, которое в разы легче, долговечнее, надежнее, скажем так, тем, что было. Будовники, архитекторы, экологи и контролеры Амаль круглосуточно працуют на стратегично значном объекте. Задача амбициозная – завершить реконструкцию на початку листопада. Зараз работы знаходятся на финальной стадии. Будовники приступили до укладки дорожного покрытия. После асфальт з'явится на подъездных путях до моста и распочнется установка барьерной огороджи. Финальная кропка – электросветление и доброупорядкование прилегающей территории. Работы завершатся 7 ноября по мосту. Движение пустится тоже, как планировали 7 ноября. Пока что идет опережение графиковой строительства буквально пару дней. Конечно, район, я думаю, и близлежащие районы ждут с нетерпением, когда откроется связующее транспортное звено между левым и правым берегом Припяти. После сдачи объекта в эксплуатацию распочнется разборка аварийного моста про СОЖ на трассе М-8. И он сажнив не закрытый для всех транспортных сродков. Побач будет побудованный новый мост. Дареш, и подобный проект в нашей стране будет ожитивляться в Першиню. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Четверо жихароу нашего региона, яке потерпели у ДТЗ у Миколаевской в области Украины, доставлены на Радзиму. Зараз яны знаходятся у Гомельской областной клиничной больницы. Рані вабели с пациентами проехали у Гомель у вечера в субботу. Шлях от Кривого возера до областного центра занял больше, як 10 годин. По приезде усе пациенты были обследованы, погрозы их життю нема. Прошло уже полтора суток, мы расцениваем их состояние. Двое человек остаются в реанимации, их состояние тяжелое. Оно тяжелое, но стабильное. Необходимые проводятся лечебные мероприятия, диагностические, осмотры специалистов. Два человека находятся в профильных отделениях, в лороотделении и в травматологии. Большое спасибо нашим украинским коллегам. Квалифицированно оказали первую медицинскую помощь, диагностировали тяжесть травм, провели необходимые медицинские мероприятия. Ну и человеческое отношение, конечно, профессиональное отношение было на высоте. Все-таки принято 12 человек помочь с оформлением документов, не говоря уже о медицинской помощи. И еще двое беларусов застаются под наглядом украинских медиков. Нагадаем, авария отбылась от 4-го костричника в Кривозерском районе Украины. Микроавтобус с гомельскими номерами сутыкнулся с грузовым краном. У вынику ДТЗ потерпели 7 человек, у тем лику 6 граждан Беларуси. У комиссии по соединению занятости насельничества на Гомельщине с момента их створения звернулись больше, чем 80 жихаров региона. Усяго в области створено 25 таких комиссий, из которых 21 при райвы Конкамах, 4 при администрациях района Угомеля. У их составе депутаты, супрацовники службов занятости, податковых инспекций и инших организаций. Спектры пытаннёй, з якими да их звертаюцца, от втлумачэннёй по оплате послуг ЖКГ непрацующими грамадянами до правовых консультаций. Так само гомельчане знайомятся с наявными вакансиями. С початку года органы по праце, занятости и социальной обороне оказали садзейничэнне у праца у латкованне больше, чем 21 тысяч жихаров в области. Зараз у региональным банку вакансии коля 11 тысяч пропанов. У городской мясцовости наибольшая колькасть вакансии у медыцине и будавничай галине навёзцы у сельской господарцы. Над гомельским районом на выходных лятели парапланы. На аэродроме Зябровки пройшли с поборництвы Кубка по уношно-усходне Европы, Бриллиант Фуд по парапланерным спорте и Чемпионат Беларуси по леске Дэсант 2018. За поветранными споборництвами сочила Марина Джалая. На выходных был тёплый и солнечный, а лямоцный ветер дземов без перепынку. Особливо вольно юн гулял на открытых местах, что ускладнило шлях до перемоги у дельников чемпионата парапланиристов, которые проходили на Зябровском аэродроме. Полсотни пилотов с шести краин свету смагались помеж собой и супрать природной стихии в дисциплине «Полёт на докладность». У споборництва худельничали коля 50 человек. Самому молодшему – 17, старшему – 68. Полёты проходили на вышине до 200 метров. Задача – на спуску трапить у цель. Вот так, как зараз это робить парапланирист. Диаметр цели у сего – 3 сантиметра. Пилот должен ногой коснуться центра. Это будет у него ноль очков. Если он дальше от центра, это будут его очки в сантиметрах. Естественно, судейская коллегия смотрит, меряет линейкой, кто, сколько максимально. А 500 очков – это значит 5 метров. Если человек вообще не попал, то значит ему всё равно 5 метров засчитывается. Самыми докладными были приземления Сергея Сухарученко из российской команды. «Рэдхэц» – первое место и 27 очков. На другой позиции – крестьян Сьетинш из латышской команды «Зэдпилотц». На третьем ротку – мазыранин Яугин Вихор из «Палесского десанта». Цекало, что наш земляк находился левый току заявления парапланерного спорта в Гомельской области. Это было еще на початку 90-х годов. Предыстория корнями в Гомель уходит, потому что один из тогдашних членов, начинающий парашютист Гомельского аэроклуба Дмитрий Сухов, житель города Гомеля, приобрел параплан и привез его ко мне в Мозырь познакомить, показать. Мы щупали руками, цокали языками. Было много эмоций. Там же в Мозыре впервые взлетели. Поэтому оттуда и началось. Потом Дмитрий перестал заниматься парапланером спортом, но я как-то так увлекся и до сих пор. Значит, уже с 94-го – это 24 года. Все лето проводятся четыре этапы с поборництва Кубка у Беларуси, России, Литве и Латвии. Право на организацию финального этапа отримала наша краина. Кубок «Бриллиант Фуд» летость засновали Национальная федерация названных краин, как вызначить наимоценнейших пилотов в дисциплине «Полет на докладность». Цикавость до этого экстремального виду спорта расте как в свете, так и в Беларуси. Зараз у Федерации авиационного спорта каля 200 парапланеристов. Летость парапланеризма в нашей краине был зарегистрованный як официйный вид спорта. Сейчас идет подготовка спортсменов. То есть мы нарабатываем опыт, нарабатываем ту технику, которая необходима для международных соревнований. То есть наши спортсмены уже белорусские участвуют в международных соревнованиях и имеют достаточно высокий рейтинг. По крайней мере, в тридцатку сильнейших один из спортсменов в Республике Беларусь ходит всегда. Парапланеристы урыхтуют в Гомельском центре авиационно-технических видов спорта и творчости. Тех, кто марит летать, у аэроклуб принимают с 16-ти годов. Марина Джала, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель» с Гомельского района. 12 тысяч километров на велосипеде. С собой, звичайная паперовая карта и палатка. Сёння Гомель наведала велотурыстка с Китая ванг к Сяувэй. Шлях на велосипеде распачауся в мае гэтага года. Для гэтага девчонне навод пришлось припынить работу на талибаченне. За пять месяцев 24-х годовая жихарка Поднебесной проехала Малю всю Россию. Наступной краиной у яе маршруте стала Беларусь. За сутки туристка передольвая до 150 километров. Для ночлега выкрыстовывая палатку альбозы стоят садома у мясовых жихаров. Яны жвельми часто забеспечивают их харчаваннем. Ванг Сяувэй на русской мове зусим не размавляя. Однако коммуникации гэта не перешкаджая. В Беларуси очень гостеприимные люди. Мы понимаем друг друга без слов. Ваши жители готовы прийти на помощь в самых разных ситуациях. Предоставить жилье или еду. Сориентироваться в пути. Я не думала, что мне будет так часто улыбаться удача. Что касается задачи, которую я ставлю, то это идея о необходимости защиты окружающей среды, поддержки бездомных людей, заботы о животных. Я думаю, это актуально для всех стран. Ванг Сяувэй планует так само наведать Украину, Турцию и краины Африки. Каб перодолять увесь шлях, ее испотребится больше за год. Гэта и так само иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На ГТМ выпуск завершен. Дякую за увагу. До новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми перекрыли два несвязанных между собой канала вывоза гомельчанок за пределы Беларуси с целью сексуальной эксплуатации. В начале сентября двое жителей Российской Федерации приехали в Гомель в поисках молодых девушек для дальнейшей работы жрицами любви на территории сопредельного государства. Поездка оказалась результативной. Две гомельчанки согласились отправиться за длинным рублем. Однако план переправки будущих секс-рабынь провалился. В Добружском районе 2 сентября на границе Беларуси и России автомашина с россиянином и девушками была задержана. Спустя три дня в деревне Головинце Гомельского района оперативники отдела нравов при поддержке бойцов Гомельского ОМОНа остановили еще один автомобиль с российскими регистрационными знаками под управлением гражданина этой страны. В салоне машины находились еще два жителя Новозыпку в Абрянской области. Предварительно установлено, что это преступное трио работало на территории областного центра и пригорода с июля этого года. Россияне предлагали потенциальным жертвам работу в престижных отелях и секс-эскорте за немалые деньги. В настоящее время организаторы канала вывоза девушек задержаны. Гомельским РОСК возбуждены уголовные дела по факту организации занятий проституцией, сопряженные с вывозом людей за пределы государства. В Гомельском районе 61-летний водитель, управляя автомобилем БАЗ и двигаясь по автодороге Гомель-Кореневка, совершил наезд на 69-летнего велосипедиста. В результате происшествия мужчина с травмами был доставлен в больницу. Через два дня похожий случай произошел в Мозырском районе, где 38-летний водитель, двигаясь на автомобиле Лада Гранта, совершил наезд на 66-летнего велосипедиста, который поворачивал налево с правой обочины. Велосипедист от полученных травм скончался. Светлогорский 22-летний мотоциклист из-за совершенного им ДТП также оказался в больнице. В Лоевском районе в субботу водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил столкновение с другим автомобилем этой же марки. В результате происшествия ехавший в качестве пассажира 46-летний мужчина с травмами был доставлен в больницу. В случае с велосипедистами дорожно-транспортные происшествия произошли по вине самих велосипедистов. Они не убедились в безопасности своих маневров. Мотоциклист неправильно выбрал скорость движения в результате чего наехал на бордюрный камень, а после на опору линии электропередачи в Лоевском районе водитель автомобиля не предоставил преимущества в движении другого автомобиля произошло столкновение. Система «Молния» оповестила ранним воскресным утром спасателей о пожаре на территории Хойницкого лесхоза. Загорелся ленточный транспортер для подачи лесоматериала в цех. Спасатели в считанные минуты прибыли к месту возгорания и ликвидировали пожар. Огнем уничтожено 30 погонных метров транспортера, повреждена кровля цеха, а также штабель круглого леса. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – занос постороннего источника зажигания извне. Днем ранее в субботу спасатели ликвидировали ЧП в одной из школ железнодорожного района Гомеля. Инцидент произошел в кабинете географии, расположенном на третьем этаже. Предварительно из-за короткого замыкания в электровентиляторе и вытяжке произошло возгорание электропроводки. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно решили проблему. Серьезных последствий удалось избежать, никто не пострадал. Имущество школы за исключением самой вытяжки осталось невредимым. Такой обзор происшествий я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Белоруссия Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель не смог сломить сопротивление бронзового призера минувшего чемпионата Солигорского шахтера. В матче 24-го тура зелено-белые на домашнем стадионе крупно уступили. В самом начале встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала мяч после удара головой Лаптева угодил в штангу, а чуть позже полузащитнику Гомельчан Андрееву помешали отличиться защитники шахтера. Высокий темп сохранялся и далее. Гости оказались более настойчивыми, поэтому и вышли вперед. Баланович замкнул передачу активного в первом тайме Лаптева. Эпизод в начале второго предрешил исход поединка. Ворота Гомеля был назначен пенальти. Бакай безукоризненно исполнил 11-метровый и практически похоронил надежды хозяев даже на ничью. Попытки хотя бы раз огорчить галкипера шахтера не увенчались успехом. А вот горняки довели дело до разгрома. Под занавес матча рыбак точно пробил из-за пределов штрафной. Гомель терпит третье поражение к ряду. Напомним, в связи с играми сборных команды уходят на перерыв. Возобновится чемпионат через выходные. А вот женская команда гандбольного клуба Гомель продолжает радовать своих болельщиков. В минувшем туре одержана очередная победа, которая позволила закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Матч проходил в Гомеле. До этой игры пальму первенства наши гандболистки делили с игроками БНТУ БелАЗ. Очная встреча между командами определяла лидера. Гомельчанки в упорной борьбе смогли вырвать победу. Первая половина завершилась паритетом на табло 12-12. Но после перерыва результативнее выступили хозяйки площадки. Как результат победа со счетом 28-23 и единоличное лидерство в чемпионате. Вторая команда хоккейного клуба Гомель уверенно обыграла на домашнем льду Химик-2. Первый период полностью остался за хозяевами. Воронов оформил дубль, став впоследствии самым результативным игроком матча. Еще одна шайба на счету Пусева. Далее игра выровнялась, команды смогли по разу отличиться. Точка во встрече была поставлена за 17 секунд до финальной сирены. Итоговый счет 4-2. В физкультурно-оздоровительном комплексе Костюковка «Спорт» в Гомеле состоялся международный юношеский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Беларуси Владимира Копытова. Традиционные соревнования собирают юных атлетов из Беларуси и зарубежья уже более 20 лет. В нынешнем году турнир сменил название. Его посвятили памяти заслуженного тренера БССР, СССР и Литвы Григория Козовского, которого не стало в июне 2018 года. Организаторы приняли решение переименовать турнир и почтить память именитого наставника, воспитавшего целую плеяду спортсменов, среди которых чемпионы мира и призеры Олимпиад. Мы приняли решение такое, что в связи с потерей нашего тренера умер, да, вы знаете, Григорий Мамич Козовский, мы решили посвятить этот турнир его памяти, так как он был все эти годы с нами и хотим, чтобы как-то и так и продолжалось, чтобы он был с нами. Это не только моя такая была идея, это и иностранцы предложили и наши тренера. Я думаю, так правильно. Награды турнира в этом году оспаривали спортсмены из семи стран. Белоруссии, Россия, Украина, Литвы, Латвии и Эстонии. Кстати, эстонская дружина насчитывала только двух атлетов. Такая малочисленность не исключила медальных амбиций. Атлеты приехали на турнир отнюдь не статистами. Самое главное, я в этом году стал третьим визором Европы, ВИЧ Аткарасен, и я сделаю такое контрольное соревнование на следующий год, чтобы как дальше идти. 92 килограмма хотим выиграть, а 55 килограмм один побед и одну проиграла. И, может быть, дальше борются, посмотрим. Белорусские борцы к этому турниру также подошли во всеоружии. Победа здесь это путевка на европейскую и мировую арену. По итогам соревнований формируются сборные команды страны по возрастам для участия в международных турнирах на следующий год. Из представителей Гомельской области лучше всех выступил Глеб Макаренко, который в своей весовой категории смог завоевать первое место. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Беларусь4.